Всем привет! Сегодня будем менять колодки на автомобиле Honda Jazz Автомобиль 2009 года выпуска Для того, чтобы заменить колодки, вам понадобится вот такой вот ключ на 12 Плюс, скорее всего, они у вас будут тяжело откручиваться, вот этот болтик Поэтому вам понадобится еще ключ на 17, чтобы вот здесь не ржать Я кое-как сорвал Здесь один болтик, тут второй Оба болта у меня уже сорванные Простите за шум, здесь и дети, и машины меняю на улице, поэтому довольно шумно Сейчас откручу и покажу вам, что дальше делать Итак, два болта я выкрутил Кстати, вам еще, скорее всего, понадобится молоток Если он будет плохо откручиваться, эти болтики То вам нужно будет по ним, точнее не по ним, а по ключу постукивать немножко Колодки здесь на месте остались, разумеется Сейчас мы их снимем У меня начали уже пищать от износа Поэтому надо их поменять Сам диск в хорошем состоянии еще Ну вот, с внутренней стороны колодки вообще изношены полностью Да и снаружи уже они никакие Вот, теперь надо снять эти пластиночки Ну и обязательно вот такая штучка вам будет нужна Это очиститель для тормозов Побрызгать, здесь все надо будет очистить И вот такой вот металлической щеточкой немножко почистить Ну вот, немножко очистил Здесь, как видите, направляющий еще ходит нормально, легко А этот направляющий, в принципе, тоже нормально еще ходит Ну, смазку обязательно поменяем Достал направляющий, они довольно в неплохом состоянии Здесь вот направляющий я протер, здесь еще почищу Вот верхний, здесь даже смазка еще сохранилась Поэтому довольно в неплохом состоянии еще Но все равно старую смазку сейчас смоем, почистим И нанесем новую Вот я извлек два пыльника Сейчас их промою, протрую Также вот сюда, в эти отверстия Вот так вот возьму, да забрызгая Чтоб старую смазку выдавить и вымыть Берем какую-то чистую салфетку Наматываем ее на отверточку И туда вставляем, вытираем все Давайте попробую показать вам, как вкручивается цвиндер Вот так вот Ставим поперек отверточку и вкручиваем его Идет туго Это придется немножко попыхтеть Ну видите, вот он вкрутился уже Смазку я вот такую решил использовать Никакая не реклама Надеюсь, что она неплохо Вроде прочитал, что подходит Вот я сейчас направляющей ей смажу Чуть-чуть буквально тонким слоем Установлю их, заменю колодки и будем собирать Колодки я взял валео Вроде как их хвалят Неплохие должны быть Вот они такие колодочки у нас Если уже их выложил Сейчас вот эти торцы Немножко намажу смазкой Чтобы они лучше ходили вот По вот этим пластинкам Не забываем их устанавливать, кстати Вот и установлю Сразу колодочки Потом направляющие на место Смажу их опять же и поставлю Ну а потом уже будем Саму скобу тормозного цилиндра устанавливать Буквально вот так вот нанес Чуть-чуть С одной и с другой стороны Так, раз И все Колодочки Обе на месте Теперь смазываем направляющие Устанавливаем пыльники И ставим скобу на место Установил направляющие И направляющие Видите, ходят они Очень хорошо Теперь Ставим саму скобу Собрал ли Получается Во-первых Нужно крутиться свободно Во-вторых Здесь Ну, надо понимать Она вот немножко ходит Одну руку плохо показывать Колотки новые Сейчас тормоз нажмем Проверим Что да как Тормоз нажал Вращается Значит Отходит Нормально На этом все Всем спасибо Пока Субтитры сделал DimaTorzok